Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. У стадиона Фишт открылся центр гостеприимства Сочи в виде носа корабля. Здесь же можно отправить открытку с видами курорта. В Сочи ночью в результате ДТП погибли два человека. Они оказались заблокированными в машине. Нет обработки от насекомых. Жирный минус. В Сочи проверят все управляющие компании. Об этом заявил мэр города на планерном совещании. 200 юных талантов сегодня чествовали в Сочи. В городе прошел торжественный прием одаренных школьников. Красивая игра 3-2 в пользу действующих чемпионов мира. За матчем сборной Германии против угладателей Кубка Азии команды Австралии на стадионе Фишт следили почти 29 тысяч болельщиков. Среди них был и глава региона Вениамин Кондратьев. Как отметил губернатор, встреча прошла на высоком организационном уровне. Безопасность гостей и болельщиков тоже под контролем. В рамках Кубка Конфедерации стадион Фишт примет еще три матча. Безопасность стадиона и всех, кто на него придет, тоже на высочайшем уровне. Около 8 тысяч сотрудников МВД обеспечивают безопасность полторы тысячи сотрудников Росгвардии и около тысячи казаков. Ну, кроме того, хочу добавить, что 16 бригад врачей дежурует. Транспортная инфраструктура очень хорошо организована. И надо понимать, что мы находимся с вами в разгар курортного сезона, хотя погода, может быть, не совсем благоволит. Тем не менее, нам сегодня уже пришлось разводить потоки отдыхающих, потоки болельщиков. И нам это сегодня удалось. Я думаю, каждый россиянин надеется, верит, что наша сборная будет играть. И я уверен, что у вас такое же мнение. Главное, чтобы наша сборная не подвела наши ожидания. А я уверен, не подведет. Напомню, что вице-премьер России Виталий Мутко также высоко оценил подготовку Сочи к Кубку Конфедерации. Он отметил, что город-курорт полностью готов к играм. Все службы работают в усиленном режиме. Кстати, у стадиона Фишс открылся центр гостеприимства Сочи. Он выполнен в форме корабля. На верхней палубе работает диджей, а из трубы клубится настоящий парк. Корабль могут посетить все зрители Кубка Конфедерации. Стюарды расскажут об основных достопримечательностях курорта и культурной программе в рамках Кубка Конфедерации. Внутри можно подписать открытку с видами Сочи и отправить ее по любому адресу, как по России, так и за границу. На церемонии открытия глава города Анатолий Пахомов отправил приветствие мэрам всех сочинских городов-побратимов. Он пригласил коллег посетить Сочи в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Корабль гостеприимства будет работать у стадиона 21, 25 и 29 июня. Здесь можно сделать яркие памятные фотографии и даже получить наклейку-татуировку в подарок. Безбарьерная среда Сочи и обустройство новых доступных территорий для маломобильных гостей Кубка Конфедерации и чемпионата мира 2018. Об этом шла речь на пресс-конференции с участием заместителя главы города Ирины Романец. Еще в рамках подготовки к олимпийским и паралимпийским играм на курорте, согласно требованиям, была проведена работа по обеспечению доступности территорий. Более 1400 объектов в зонах гостеприимства были приведены к установленным стандартам. Практика по созданию безбарьерной среды, которая действовала в период подготовки к играм, сохраняется и сегодня. Точные цифры, сколько людей с инвалидностью прибудет в Сочи на матче Кубка Конфедерации нет, но очевидно, что им будет здесь комфортно. В городе есть специализированный транспорт, пандусы, светофоры с аудиосопровождением сигнала, подъемники и лифты в переходах. По словам научного сотрудника художественного музея Сергея Гриня, инвалида первой группы по зрению, главное это изменения, которые произошли в сознании людей. Самое первое и самое основное, это как фундамент построения дома, это доступная среда в голове человека. То есть есть пандус, но на съезде стоит машина. Смысла от него нет. Работа, которая сейчас проводит в городе Сочи, осознание для чего это делается. Благоустройство в Сочи в части доступности идет в том числе и с учетом рекомендаций людей с ограниченными возможностями. И эта работа будет продолжаться. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Полиция напоминает об ограничениях, действующих в Сочи во время проведения Кубка Конфедерации. В период с 1 июня по 12 июля в регионе введены усиленные меры безопасности. В связи с этим гражданам, прибывающим в Сочи, необходимо помнить, что на территории города и прилегающих к нему районов запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Также установлен особый порядок регистрационного учета. Граждане России, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, за исключением больниц, гостиниц и санаториев, или прибывшие для постоянного проживания на новое место жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться в отдел по вопросам миграции. Постановка на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия. Предоставить документы может как принимающая сторона, так и непосредственно иностранный гражданин. Подать документы и получить консультации можно по адресам, которые вы видите на экране. За несоблюдение требований нарушители могут быть привлечены к административной и к уголовной ответственности. И к другим новостям. В Сочи ночью в результате ДТП погибли два человека. Они оказались заблокированными в автомобиле. В половине третьего ночи в спасательный отряд МЧС поступила информация, что на улице Горького в районе остановки Сберкасса столкнулись два легковых автомобилей, а в одном из которых заблокированы люди. 42-летний водитель одного авто погиб на месте. Его пассажирку, спасатели МЧС и городскую службу спасения извлекли в бессознательном состоянии. Однако и ее спасти не удалось. Людям, находившимся во втором автомобиле, помощь спасателей не потребовалась. 1964 здания под снос на Кубани будут ликвидировать незаконно построенные объекты. И больше всего таких сооружений оказалось в Сочи. О борьбе с самовольным строительством говорили на общекраевой планерке, которую провел Вениамин Кондратьев. Острым также стал вопрос новых школ в Краснодаре. За срыв работ, как сказал губернатор, отвечать будет мэр города. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Краевая планерка как разбор полетов для чиновников любой масти. От сотрудников районных администраций до мэров крупных городов. Главными темами сегодня стали незаконное строительство и работа с обращениями граждан в региональных органах власти. И там, и там есть слабые места, заостряет внимание губернатор. Например, число самовольно возведенных объектов уменьшить пока не получается. Лидер антирейтинга – Сочи. Там находится больше всего незаконно построенных зданий на Кубани. Это 1116 многоквартирных домов, гостиниц и площадок под коммерцию. При этом под снос во всем регионе должны пойти почти две тысячи объектов. Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди, конкретные. Поэтому никакой здесь самовольности нет. Здесь молчаливое согласие и явно не безвозмездное. Сегодня в большой команде краевой нету таких, которые молчаливое согласие дают. Не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть никаких новых самостроев. Это позиция. Позиция, которая, я уверен, сегодня в крае сформирована и однозначно она правильна. Потому что она поддерживается жителями края. А для нас позиция жителей края приоритетна. И каждый глава муниципального образования, по каждому, если, не дай бог, хоть один объект самоволь возведенный появится, лично мне будет рассказывать, почему и как. Но, коллеги, как правило, никаких объяснений я уже не принимаю. Они не нужны. Парадокс еще и в том, замечает Вениамин Кондратьев, что незаконные объекты появляются, а те здания, которые должны строиться, почему-то замораживаются. Например, новые школы в Краснодаре. Одна из них на тысячу мест должна появиться в хуторе Ленина. Стройка тянется уже четвертый год. И вот сейчас выясняется, что мэрии не хватает денег на завершение. При этом в администрации города умудрились не отыграть весной торги на строительство двух школ в Прикубанском округе. Финансирование идет по федеральной программе жилища. На край больше полутора миллиардов рублей. И если не уложиться в сроки до конца года, весь регион рискует потерять выделенные деньги. В пятницу были в Минстрое. Получили полное согласие на порядок изменить, порядок финансирования и порядок освоения денежных средств. Понимание есть, как мы выйдем из этой ситуации и сохраним непосредственно и все объекты, и денежные средства освоим. Евгений Алексеевич, я считаю, что это срыв. Вот этим срывом вы не просто не выполняете свои обязательства, социальные обязательства перед жителями Краснодара. Вы в целом еще и подводите весь край. Я, Андрей Тович, считаю, что все-таки здесь надо еще раз внимательно посмотреть, почему у нас такая ситуация. Уже приняты меры. Я просто хотел бы, чтобы Евгений Алексеевич и сотрудники города Краснодара понимали, что на сегодняшний день мы идем вам навстречу в части программы жилища не потому, что, наверное, вы нам дороги, а потому, что это все-таки социальная власть. Нам горожане дороги. Нам горожане же дороги. Понимаете, коллеги, власть, она для сегодня народа должна быть. Конечно, мы здесь вынуждены увеличивать нагрузку на краевой бюджет, но чтобы сегодня спасти эту ситуацию. Помогать в решении проблем жителей Кубани должны и горячие линии всевозможных министерств и департаментов. Например, на округлосуточный телефон краевой администрации уже поступило 15 тысяч звонков. При этом много жалоб, замечает губернатор, на то, как работают с обращениями людей в жилищной инспекции. Вместо положенных 30 дней отвечать там могут и 2, и 3 месяца. Многие ведомства также грешат формальным подходом к решению проблем. Вопрос с этими отписками завершаем. Сама по себе отписка, вы все понимаете, она не решает проблем. Первое, она заводит ситуацию в запущенное состояние. Объективно. И ту проблему делают в запущенной, что потом намного сложнее ее решить. Второе, она вызывает социальную напряженность. А третье, в целом, заводит ситуацию еще в больший тупик. Никто от этого не выиграет. Ни вы, как глава муниципальных образований, ни вы, коллеги, которые возглавляете краевые министерства и ведомства, ни, конечно, жители, которые обращаются и надеются, что их проблема будет решена. Кстати, часть функций жилищной инспекции по контролю за работой управляющих компаний и ТСЖ на совещании предложили передать в муниципалитеты, чтобы на местах решать возникающие проблемы. Вениамин Кондратьев такую идею одобрил и посоветовал с инициативами идти в законодательное собрание. Александр Иванченко, Денис Мерез, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Кубань вышла на второе место в России по объемам введенного жилья. Краснодарский край по этому показателю уступает только Московской области. Данные озвучили сегодня на конференции регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Участие в заседании принял губернатор Вениамин Кондратьев. Темой обсуждения стало состояние строительного комплекса и его влияние на экономику Кубани. В этом году отрасль показала уверенный рост в 12,5%. Укрепляют свои позиции местные производители стройматериалов. Сегодня мы тоже готовы идти в пути того, чтобы наши производители стройматериалов имели приоритет на нашем внутреннем рынке. Собменившие материалы, очень интересные мысли наших кубанских архитекторов. А мы имеем, вы знаете, места, где просто поднимаются эти коробки из желтого, красного кирпича, где надо просто давно уже забыть про это все. Мы создали перечень, реестр наших статильных материалов, которые в крае производятся. И здесь тоже мы должны все обсудить, каким образом делать так, чтобы они все-таки первыми применялись при строительстве наших домов. Они должны быть и дешевле, и они высокого качества. Все вместе, и в том числе и строительный бизнес, может делать экономику еще сильнее края. Путем именно приобретения и статильства из материалов, которые производятся от строительных материалов в нашем крае. Говорили также и о наболевшей для Краснодарского края теме – точечной застройке. От нее необходимо отказываться и переходить к комплексному освоению территорий. А в селе Верхняя Беранда Лазаревского района Сочи заканчивается строительство школы и детского сада. Планируется, что 1 сентября ученики и учителя встретят в новых классах, а дошколят будут ждать новые группы. Ход работ проверил глава города Анатолий Пахомов. Здесь будут кабинеты начальной школы, здесь, например, кабинет четвертого класса. Далее будет располагаться первый А, первый Б класс. В джинсах и резиновых сапогах он совсем не похож на директора школы. Ведь уже почти полгода Карен Узунян больше прораб, чем руководитель учебного заведения. Старается контролировать все этапы строительства. Сейчас вот вышли на финишную прямую, идут отделочные работы. И уже ничто не напоминает о том, какая школа была раньше. Здесь стояло старое здание, развалено совсем. Ее снесли и на этом месте построили новое, начиная с фундамента, заканчивая кровлей. В новом трехэтажном здании будет все, о чем раньше учителя и ученики могли только мечтать. Уже завезли оборудование для пищеблока и начинают его установку, рассказывает подрядчик Анатолий Пахомов, который лично контролирует стройку. Работы идут в соответствии с графиком и закончится точно в срок. Об этом уже глава города сообщает педагогическому коллективу. Мне говорят, что 15 июля строители отсюда уйдут вообще. Строители должны уйти, каждый займется своей классной комнатой. Они и сейчас с воодушевлением убирают строительный мусор и решают, как обустроить классы. На днях сюда должны доставить мебель, ее подрядчик соберет и сдаст все помещения, что называется, под ключ. Это будет не просто школа, а культурный и спортивный центр для детей и взрослых из трех ближайших сел. Ждут местные жители окончания строительства детского сада. Он расположится на одной территории со школы. Эти социальные объекты, уверены сочинские власти, снимут напряженность, связанную с нехваткой мест в детских учреждениях в этом районе. Так постепенно мэрия планирует решить проблему в целом по городу. У нас, слава богу, и сейчас идет рост рождаемости детей, что не характерно для других муниципальных образований. И эти детки должны пойти в хорошие детские доскульные учреждения, они должны пойти в хорошие школы. Это вызов для нас, но для власти с этим будут справляться. За последние пять лет в городе построено пять школ, в этом году возводится еще три. Столько же планируется начать строить в 2018 году. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ. Управляющая компанией в Сочи взяла под контроль мэрия. Сегодня во время планерного совещания Анатолий Пахомов дал распоряжение главам районов проверить работу эксплуатирующих организаций на предмет выполнения их обязательств. В частности, обработку помещений от насекомых. Обсудили на совещании также санитарное состояние курорта и подготовку к единому дню голосования. Обо всем по порядку в материале Татьяны Говорковой. С обсуждения санитарного состояния города началось планерное совещание. Руководители всех служб и управлений курорта должны вести постоянный мониторинг не только чистоты территории, но и качество оказания услуг в средствах размещения и объектах торговли. В разгар летнего сезона и в связи с проведением в Сочи разных событийных мероприятий, на которые съезжаются гости со всего мира, акцент необходимо ставить на профилактику возникновения заболеваний, разносчиками которых являются насекомые. И сейчас важно вовремя и тщательно проводить обработку помещений от личинок комара. Вообще, согласно закону, обследовать и очищать подвалы при домовой территории необходимо четыре раза в год. К жителям города большая просьба. Если есть факты обнаружения комаров в жилой застройке, в жилых домах, недобросовестная работа управляющих компаний, обращайтесь письменно в Роспотребнадзор. По всем обращениям будут обязательно приняты меры. Непосредственной обработкой Роспотребнадзор не занимается. Это обязанность организации по дезинфекции. В Сочи-5 обращаться можно в любую. Причем заключать договор с Роспотребнадзором и вызывать специалистов – обязанность хозяйствующих субъектов. Но зачастую эта работа не выполняется. К примеру, благоприятные условия для комара создают гаражно-строительные кооперативы и котельные. Анатолий Пахомов дал распоряжение главам районов взять этот вопрос под контроль. Пусть проверяют и спрашивают с них. Это дело глав районов. В следующий раз я с вас спрошу за таких управляющих компаний. Если эти управляющие компании не знают, чем заниматься, значит, первое, их надо наказывать. К сожалению, пока жители этого сами не понимают. Поэтому нужно заниматься каждым двором отдельно. Мудинович, потребуйте от них буквально обследование в том числе. Ливневки, канализации, посмотрите подъезды. Помимо состояния жилых помещений, в каждом районе необходимо не забывать о благоустройстве улиц, парков и скверов, отметил градоначальник. Многие территории не оборудованы ливневками. В результате после непогоды красивые места отдыха обретают неприглядный вид. Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время. Тема, над которой необходимо начать работу уже сейчас, это подготовка к проведению единого дня голосования 10 сентября. В этом году выборы депутатов законодательного собрания края пройдут по обновленному избирательному законодательству. Это и система автоматизированного составления и ускоренного ввода протоколов об итогах голосования, отмена крепительных удостоверений и упразднение досрочного голосования, предоставление возможности проголосовать по месту практического нахождения. Особенностью избирательной кампании в этом году станет технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования. Будет использоваться машиночитаемый код, ускоренный ввод и проверка правильности данных протоколов. Поэтому в ближайшее время обучение пройдут около 800 членов избирательных комиссий и начнется оснащение участков необходимым техническим оборудованием. Кстати, эти нововведения, возможно, будут применены и на выборах президента России в 2018 году. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Авиарейсы в Сочи и Симферополь компания Вимавиа должна возобновить до конца недели. Речь об этом шла на заседании штаба Ростуризма. Глава ведомства Олег Сафонов призвал авиакомпанию восстановить полетную программу из регионов России в Сочи и Симферополь в течение нескольких дней, уделив при этом особое внимание всем запланированным перевозкам детских групп. Об этом сообщает Интерфакс. В Ростуризме продолжает работать горячая линия, где можно получить информацию о текущей ситуации и возможностях компенсации потерь от задержек и отмены рейсов Вимавиа. Для выполнения перенесенных и отмененных зарубежных рейсов авиакомпании будут привлечены другие авиаперевозчики, сообщили в Ростуризме. В краевых вузах началась приемная кампания. Вузы начинают принимать абитуриентов. Правда, пока документы подают лишь выпускники прошлых лет. А вот основной поток – около 20 тысяч выпускников – вузы ждут не раньше, чем через неделю, когда школьники получат аттестаты. В целом, в правилах приема в университеты не произошло существенных изменений. Подать документы можно, как и прежде, в пять университетов, в каждом не более, чем на три факультета. Победители и призеры Всероссийских Олимпиад смогут поступить вне конкурса. Также на бонусы претендуют те, кто может похвастаться различными спортивными достижениями, например, результатами сдачи ГТО. Одаренных школьников сегодня чествовали в Сочи. В городе прошел торжественный прием «Созвездия юных талантов». 200 юных сочинцев собрались в Зимнем театре и получили заветную премию за особые достижения в творчестве, науке и спорте. На церемонии побывала наша съемочная группа. В свои семь Ксения Синельникова – лауреат региональных и всероссийских конкурсов исследовательских работ. Ее последний научный труд – о прививках, болезненная для детей тема. Девочка изучила пользу прививок и даже выпустила рекомендации для своих одноклассников и их родителей, как не бояться уколов. Мы выявили, что прививка – это очень важная вещь, потому что если ее не делать, можно вернуться в средние века, когда люди умирали от обычной простуды, оспы и чумы. Если маленькая Ксюша только начала свой учебный путь, то для Евгении Михеевой это был последний год в школе. В ее копилке – награды самых престижных российских научных конкурсов. Женя исследовала творчество Солженицына и составила словарь авторской лексики. Хотя литература – это скорее хобби, а стать она мечтает экономистом. Я уже ищу гранты, которые помогут мне в дальнейшем обучении. Как раз эти конференции помогают не только школьнику, но и в дальнейшем студенту развить ораторское искусство, коммуникативные навыки, научить отстаивать свою точку зрения. Евгения и еще 200 одаренных школьников собрались сегодня в Зимнем театре. В холле лучшей театральной площадки города – концерты, праздничное дефиле. На прием юные таланты пришли в элегантных нарядах. Все, как на вручении престижной премии. А для детей она и является таковой. В Сочи уже стало доброй традицией ежегодно отмечать лучших сочинских школьников. Тех, кто достойно защищал честь города на краевом, всероссийском и международном уровнях. А таких было более 20 тысяч. Церемония награждения лучших из них проводится в городе уже в 22-й раз. Это гордость нашего города, это гордость нашей страны. У каждого из вас свой талант. И я очень рад, что этот талант заметили ваши педагоги и позволили ему развиваться. И знайте, что вы и ваши достижения очень нужны нашему любимому городу Сочи, вашей маленькой родине. На сцену выходят победители в разных номинациях. За вклад в творчество, спорт и науку. Кирилл Харужи – один из таких. Один из лучших юных физиков города. Призер Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету. И свою жизнь уж точно свяжет с наукой. Далее поступать я буду в физико-техническую школу имени Йоффа в Питере. Вот, ну это школа, 10-11 класс. А дальше посмотрим. А вот вы себя считаете одаренным человеком? Ну, туда набирали пять человек, так что чуть-чуть есть немного. Каждый из юных талантов из рук почетных гостей церемонии получил диплом юного гражданина города Сочи и памятный подарок – статуэтку. Как знак причастности к плеяде лучших представителей сочинской молодежи. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Футбольный клуб Сочи снова расформирован. Как сообщает издание «Советский спорт», клуб снимается с первенства профессиональной футбольной лиги. Руководство футбольного клуба Сочи приняло решение о снятии с турнира из-за финансовых проблем. Две недели назад клуб расстался с десятью игроками и с частью тренерского штаба. Это будет уже третье расформирование команды. 21 июня в гранд-отеле «Жемчужина» откроется выставка-ярмарка «Православие». На нее традиционно прибывают представители множества монастырей. Запланированы и встречи посетителей с духовенством. Также будут представлены иконы и образа святых со всего мира, православные товары и все для постной трапезы. Открытие во вторник 21 числа в 11 часов. Выставка будет работать до 26 июня. Но и, к слову, именно на выставке «Православие» представит свою продукцию компания «Воронежский фермер». Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство – колбасы, сосиски, сыр и сало. Все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Православие» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой, различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту, с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Ну а теперь предприятие осваивает и юг России. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.